Значит, у нас была тема моделирования, был вот такой вот запах внизу, вернее, кокетка была внизу, да, и был вот с таким запахом лиф, вот так, и вот это как бы двойная вот так часть, она продолжалась, но ее не видно. И вот так были выточки. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно найти вот это, отложить это расстояние от точки, от точки А вниз, вот прямо вот так вот примерно мы сюда его и откладываем. Надо сказать, что внизу у нас присутствует в данном, в данном базовой конструкции еще и талиевая выточка. Значит, эту талиевую выточку надо закрыть, прежде чем нарисовать вот такую линию, потому что она же проходит через открытую линию, да, поэтому мы делаем вот такой разрезик. Когда сделаем разрезик, тогда нам удобно закрыть вот эту нижнюю выточку. Закрываем нижнюю выточку. Любим прямые уголочки. И с прямыми уголочками очень аккуратно изображаем вот эту вот, делаем этот подрез или кокетку можно назвать, да, поставим контрольные точки, чтобы, и видите, выкройка эта наша, на самом деле она очень симметричная. Вот если серединку вот так вот ей закрыть, да, здесь у нас вот эта кокеточка получилась с закрытой выточкой со сгибом. Вот это у нее сгиб, сгиб, да, получился. Теперь смотрим вот сюда, вот сюда смотрим, да. Ну, нам удобно работать вот с этой вот, с правой деталькой, с правой, потому что серединочка у нас вот она, серединочка у нас вот она. Точка С у нас вот она, точка С у нас вот она. Что мы видим? В первую очередь мы смотрим на то, что у нас вот здесь нет никакой выточки, а на выкройке есть, значит, это надо закрыть. Зато у нас есть выточка вниз, простроченная строчечка, вот она, да, значит, из точки С я должна вниз опустить перпендикуляр. Но он совпал у меня с одной из сторон талиевых выточек. Ну и пусть совпал и совпал. Вот так вот берем и разрезаем снизу вверх. Снизу вверх разрезали, после этого можем закрыть нашу выточку. Все, сейчас уже она открылась внизу, мы сошьем эти стороны и получится вот этот разрезик, а вверху ее не стало. Очень хорошо, торт это то, чего мы добивались. Закрываем вот эту выточку и забываем о ее существовании. Внешняя у нас тоже есть. Что нам осталось сделать? А нам осталось, посмотрите, оформить вот этот вырез. Оформить вот этот вырез. Давайте ставим соотношение наше, еще раз проводим. Значит, линия низа, вот она. Выточка, вот она, так. Плечика, вот она. А выреза вот этого не оформлена. Начало выреза, начало плечика, это точка, вот она. Значит, где мы центр груди видим? Вот где у нас центр груди, да? Чтобы он у нас не раскрылся, значит, вырез надо делать выше, чем линия груди. Правильно? Вот я его примерно наметила. Хорошо. Я примерно вот так здесь изображу серединку нашу. Да, вот она, серединка наша. Вот это пойдет у меня линия низа. Так, да? А дальше что? Посмотрите, мы не видим вот эту часть. Вот эта часть у нас двойная. Это запах. Запах. И поэтому вот эту точку, видите, где она у меня? Вот она у меня, эта точка. Как линия низа здесь идет? Она идет, продолжается влево, за серединку заходит. Значит, я поставила сюда точку и продолжаю ее вот так вот влево. Совершенно вот сюда. Наметила, да? А теперь, посмотрите, вырез я набросала. Вот эта точка на линии серединки лежит у меня. Где она? Вот у меня вырез. Вот эта точка лежит. Как эта линия идет? Она идет вот сюда как-то дальше. Вот и все. Могу взять по прямой линии и соединить. Но мне больше нравится немножко с прогибчиком это сделать. Поэтому воспользуемся вот этим лекалом. Да? Смотрите, как оно идеально у нас подходит. И изобразим вот эту вот линию. Вот она у нас получилась. Чуть-чуть убежала. Вот и все. Что мне осталось делать? Мне осталось отрезать вырез. Вот этот оформить, вернее. Это оформляем вырез, убираем. Он мне не нужен. И вот так. Я добавила влево вот этот наш полузанос, который мне был очень нужен для того, чтобы я запах. Что такое запах? Запах это одна ткань находит на вторую. То есть вы как бы продолжаете одну из полочек на вторую. Дальше за линию серединки. А вот на этой нижней детали никакого запаха нет. И поэтому я ее приклею. Вот так. Но зато у ней закрыта вот эта наша выточка. Талиевая. Да? Вот и все. Вот так нам нужно было это все с вами оформить. Сейчас мы найдем красный карандашик и обведем. Итак, что у нас получилось в результате? Пишите, понятно ли это вам получилось, мое объяснение. Или нужно еще что-то сюда добавить. И вот к этим вот линиям мы уже добавляем наши припуски. Здесь сгиб. По идее, его не надо обводить. Потому что это сгиб ткани. Но я уж обведу для красоты, так сказать. И теперь давайте контрольные точки какие. Смотрите, я вот тут перечеркивала. Да? И вот она перечеркнута. Эта выточка начинается здесь. Значит, вот когда она сошьется, вот эта точка попадет сюда. И наша серединка, которая соединится вот с этой вот линией. Все. Построение закончено. В какой фигуре идет запах? И что нужно сделать, чтобы запах не раскрывался на груди? Я уже отвечала на этот вопрос. Чтобы запах не раскрывался на груди. Еще раз отвечаю на этот вопрос. Что нужно сделать? Нужно вот сюда, вот в этой модели, да, добавить ткани. То есть я бы сделала не просто выточку. Выточку я вам нарисовала, чтобы вы потренировались это делать, да. А вот сюда нужно добавить сборку вместо выточки. Мы разбирали с вами такую модель. И когда вы хотите эту сборку, потому что вот такой маленький раствор, открывшийся сюда выточки, сборку большую вам не даст. И вот это расстояние увеличить не позволит. Запах не будет расходиться тогда, когда расстояние от точки С до линии выреза горловинки будет увеличено. А когда оно увеличено? Когда вы берете и добавляете, ну или один вот такой вот лучик, по которому разрезаете свою ткань снизу вверх, не доходя один миллиметр до этой точки, разводите ее. И у вас увеличивается вот эта часть, появляется много-много сборки. Нужное количество сборки. Мы с вами такую модель разбирали. И когда вы хотите, чтобы запах у вас не расходился, вот тут еще один можно лучик сделать, для того, чтобы было гармонично и симметрично как-то. Можно вот этот уже не делать, а этим только обойтись. Можно вместо одного сделать два лучика или три. Так вот, тогда не будет у вас расходиться запах, когда вот это расстояние, оно любым способом будет увеличено. Потом уже в июне мы с вами будем разные примеры моделирования проходить. Я вернусь к этому вопросу. Я покажу вам, как кокеточки работают, и как вот эти все сборки делать из кокеток, что тоже очень хорошо получается у нас в жизни.